Друзья, всем привет! Если вы не первый день смотрите мой канал, вы могли заметить, что с недавних пор, а именно около года, я ношу очки. Вот такие вот очки я ношу. Почему я это делаю? У меня, откровенно говоря, убились глаза из-за моего образа жизни. Это, во-первых, я работаю конструктором и 8-10 часов в день я смотрю в монитор. Глаза устают от этого и, кроме того, у меня, скорее всего, врожденная проблема, которая называется астигматизм. Это усугубляет подбор очков, потому что заключается он, скорее всего, в неровности поверхности радужки. Именно поэтому очки, которые нужно подобрать именно для меня, имеют некоторые параметры, такие как сферичность, цилиндричность и проворот осей глазных. Вот. Именно по этой причине очки, которые мне пришлось купить у себя в стране, а именно в такой сети, как люкс оптика, ну, я не знаю, можно это считать рекламой или нет, я надеюсь, что это не реклама, потому как я хотел бы поругать люкс оптику именно по причине того, что очки купить у них стоит очень дорого. Вот, к примеру, эти очки оправа плюс, собственно, линзы, которые под мой рецепт глаз, плюс работа обошлись мне около 7000 гривен. Вот. И сами понимаете, как правило, носители очков имеют несколько очков. Для чего это нужно? Для того, чтобы, скажем, вы забыли дома очки, на работе у вас должны быть еще одни очки. Но сами понимаете, такая цена, 7000 гривен, я даже не знаю, сколько это в долларе, это, наверное, ну, порядка 270-280 долларов. Это довольно кусачая цифра для обычного инженера, да и в среднем для среднестатистического жителя таких стран, как Россия, Украина. В общем, я задумался о том, что мне нужны еще одни очки, но я не могу себе позволить покупать такие же по цене очки. И именно поэтому я обратился, как обычно, к Алиэкспресс. На сайте Алиэкспресс я отправил в различные магазины свой рецепт очков и спросил, могут ли они сделать такие же очки для меня. И большинство китайских магазинов, занимающихся продажей оптики, отозвались, сказали, что да, выбирай оправу, выбирай линзы, и мы сделаем под тебя такие же очки, как ты хочешь. Я на самом деле заказал уже двое очков, одни из них полностью повторяют вот эти линзы. Кроме всего прочего, они еще придут с фотохромным стеклом. Это такое стекло, которое затемняется на солнце и становится полностью прозрачным в помещении. Для чего это нужно? Например, вы идете в солнечный день, вам нужно и хорошо видеть, и чтобы солнце не било вам в глаза. Именно по этой причине мне понадобились такие вот очки. Но после этого я заказал еще одни очки, и они, не знаю, вот по иронии судьбы, пришли раньше, чем первые. Вот, и я именно о них хотел вам рассказать. Смотрите, какие вот аккуратные, замечательные очки мне пришли. Это, во-первых, полностью безрамочное исполнение. Здесь есть только вот перемычка на носу и вот эти дужки, которые ложатся на уши. Все, здесь больше ничего нет. Довольно интересное исполнение. Ну вот, к сожалению, они пришли со стразиками, но при желании вы можете продавцу указать, какой формы вам нужны линзы стеклянные, вот эти элементы. Какие элементы декора вам нужны, стразики, вот, огранка какая-то. Вот, собственно, все, что вы пожелаете, любой продавец на Алиэкспресс вам сделает. И самое интересное в этих очках то, что в отличие от купленных в моей стране, вот эти очки обошлись мне в сборе, с работой, оправа, плюс замечательная, хорошая линза, качественная, очень прочная, а именно такая линза нужна для безрамочного исполнения, чтобы стекло не кололось, не повреждалось во время обработки и во время ношения. Вот, стекло специального исполнения с хорошими фильтрами, с хорошим покрытием. Они мне обошлись, смотрите, внимание, в 47 долларов. Это в 5,5-6 раз дешевле, чем те очки, которые я купил здесь. Я как бы не настаиваю на том, что все обязательно должны покупать в Китае. Я сам очень переживал о том, что очки, пришедшие из Китая, будут немного не такими. Или они не совсем точно выполнят мой рецепт, но они четко выдержали мой рецепт. Я идеально вижу в этих очках, и они прям четко подошли мне. Я не знаю, вот вам со стороны виднее. Напишите в комментариях, эти очки лучше или хуже тех, которые я купил у себя. Вот. По ощущениям они абсолютно ничем не отличаются. По удобству ношения, опять же, я не чувствую, что я снял вот эти. Одев вот эти, стало как-то, может, хуже. Нет, абсолютно. Я не заметил вообще никакой разницы. Разница лишь в одном, что нет ограничивающих вот этих вот рамок. Здесь их нет. Здесь немножечко. Я совсем вот чуть-чуть периферийным таким вот взглядом вижу сами края. Вот, линз и все. Очень удобно. Поэтому, ребят, я сейчас вам покажу, в каком виде пришли очки. Вы посмотрите. Запомните еще раз, как я выгляжу. И решайте. Может быть, и вам стоит купить очки не у вас в стране за очень большие деньги, а возможно сэкономить в Китае. Тем более, очень скоро будет распродажа 11 ноября. Это Всемирный день холостяка. Или, как он еще называется, Всемирный день шопинга. И в этот день будут просто грандиозные распродажи и скидки. В том числе и у продавцов очков. Поэтому ссылочку я оставлю, а вы досматривайте ролик до конца и решайте, может быть, стоит купить очки в Китае. Итак, ребят, давайте смотреть, в каком виде пришли наши очки. Вот в таком вот пузатом пакете. Давайте его аккуратненько сейчас вскроем. Не хочется повредить. Хочется вам показать все, что там у нас внутри содержится. Я так и думал, в принципе, что здесь будет вот такой вот матрас. Сделано это для того, чтобы наши очки не повредились при транспортировке. По всей видимости, вскрывали на таможне. Вот распакованная коробочка. Что-то у нас тут, какой-то инструмент вспомогательный. Так, смотрим. Вот такой вот кейс. Пластиковый, твердый. Опять же, предотвращает от повреждений. Убираем стороночку. Так, давайте с мелочевки начнем. Может быть, мы даже поймем, что это такое. Так, смотрим. Интересно. Так, ну вот это вот носовые подушечки, которые сменные упоры носовые, наверное. Лучше их назвать. Вот такие вот силиконовые сменные элементы. Вот это тоже что-то мягкое. Скорее всего, это какие-то заушники. Вот, давайте открывать. Открываем. Видим, значит, карточку. Рецепт, по которому мы заказывали. Вот. Ну и, собственно, сами очки. Почему-то пришли с камнями. Хотя я заказывал без вот таких всяких стразиков. С каким-то немножечко, наверное, отливом. Вот вы видите фиолетовую сторону. Фиолетово-зеленый. Вот. Но на вид как бы неплохо. Смотрите, все довольно качественно. Я думаю, что вот это сюда вот одевается. Вот так, чтобы с ушей не спадало. Я думаю, вы поняли для чего. Ну, и я надеюсь, я тоже правильно понял, для чего это нужно. Вот так одеваем, и уже с ушей никуда не спадают наши очки. Я думаю, нам это не понадобится. Это, скорее всего, для того, чтобы... Чтобы... Чтобы, если не угадали с длиной вот этих вот заушников, дужек, то тогда придется... Допустим, если они сильно далеко уходят за уши, то вот эта штука, по идее, должна нам помочь. Вот. Силиконовые эти штуковины, которые вот нам дают возможность заменить. А вот это что? Это, наверное, какая-то, может, отвертка. Да, смотрите, вот тут у нас отверточка. С одной стороны крестовая. Такая вот мобильная. И с другой стороны, скорее всего, шлицевая. Да, вот она. С другой стороны шлицевая отверточка. Полезная в хозяйстве вещица. Я думаю, можно нацепить ее на ключи, как брелок. Вот, смотрите, для этого все у нас имеется. Ну вот, полезный такой девайс. Вот такие вот очки. На мой взгляд, очень неплохие. А, друзья, забыл еще, помимо всего прочего, того, что мы уже посмотрели, имеется вот такая вот салфетка для протирки наших очков. Нужно это вот для того, чтобы вот таким вот чудным образом протирать стеклянные линзы на очках. В общем-то, все необходимое для ношения уже очков имеется. Так, ребятушки, еще раз демонстрирую вам. На всякий случай, если вы не запомнили, вот так выглядят очки, купленные у меня в стране. Очень простые по форме. Такой форм-фактор подходит практически всем. Именно вот примерно такой же формы я заказал свои вторые, но без рамочного исполнения. Еще раз прошу вас написать в комментариях, какие из них мне идут больше. Мне будет приятно почитать ваше мнение. И, кроме этого, я вам напоминаю, что очки отличные. Продавцы, с которыми я списывался, все молодцы, все профессионалы своего дела. Вот у меня был рецепт, по которому мне сделали мои очки. Они выдержали его полностью. Он полностью совпадает с тем, что мне диагностировали во время подбора линз. Вот. И вот так это замечательно все выглядит. Поэтому ссылочку на того продавца, у которого купил я, и на других продавцов, которые сказали, что без проблем сделают мне очки, на всех этих продавцов я оставлю ссылочку. Вы посмотрите различные модели очков и оправ, которые у них есть. И, может быть, для себя вы найдете именно ту форму и те линзы, которые вам идеально подойдут. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я разъяснил вам некоторые аспекты. Вот. И обязательно давайте точный рецепт для исполнения ваших очков. Предварительно, перед заказом еще, спросите у каждого продавца, сможет ли он сделать то, что вы хотите. Огромная вероятность, что он вам скажет да. После этого вы выбираете линзы, вы выбираете оправу, все это складываете в одну корзину, делаете заказ, и буквально через пару недель, а именно за столько пришли ко мне вот эти вот очки, вы получаете идеальные для вас очки. Еще раз. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, то поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на мой канал, если этого еще не сделали. Можете нажать колокольчик, и тогда все последующие видео вы увидите среди первых. Потому как будет еще одно видео с очками. Я, как я уже сказал, заказал очки вот такой же формы, только без нижней вот этой вот рамочки. Вот. Поэтому посмотрите, подпишитесь, и очень скоро выйдет видео с фотохромными линзами, которые я заказал в своих новых очках. В общем, до скорых встреч. Надеюсь, что вы станете моим подписчиком на постоянной основе. Всем пока.